Добрый вечер, доброй ночи даже, если честно сказать. Рад. Привет, дорогой. Я смотрю, ты тоже по ночам сидишь, да? Да, sometimes иногда сижу, особенно когда болею. Вот. Значит, что я хотел? Я слышал вот эту хорошую беседу о имени Божьем. Вот. Ну, ты же знаешь, что это как бы тело моя, я люблю ее. Ну, не то что, значит, люблю. Ну, на меня даже, а? Ревнуешь, да? Да, на меня возложили обязанности некоторые братья, чтобы я там немножко поработал по этой теме. Не будем показывать пальцем. Вот. Ну, как бы я начал с такого вот действия, Дионисий Апагид. Это отец первого века. Ну, муж апостольский даже, можно сказать, это первый епископ Афин. У него есть замечательные труды. Я не сказал бы, что они легко читаются, да? Вот. Они как бы читаются с трудом. Но это их, его труды, это, ну, невозможно как бы здесь оспаривать. И вот интересно, как он размышляет. У него есть два труда, которые до нас дошли. Это вот о божественных именах и о мистическом богословии. И оба очень такие вот глубокие труды. О божественных именах. Вот я с этого как бы начал. Поскольку как бы это наши корни. Почему? Мы знаем, что в Ветхом Завете апостолы от тетрагоматонии ни слова. Единственное, как Христос сказал, я открыл имя твое, но имя отца, да? Имя отцу. Ну, как бы в этом он усыновляет нас отцу. И вот здесь говорится о именах. Добро, свет, красота, любовь, экстаз, рвение. О том, что зла не существует, что оно не от сущего и не в числе сущих. Об имени сущий. В ней же и в первообразах. Об имени жизни. Об именах премудрость, ум, слово, истина, вера. Об именах сила, справедливость, спасение, избавление. Об именах великий, малый, тот же, другой, подобный, неподобный. Покой, движение, равенство. Об именах Вседержитель и Ветхие Денми. И здесь все о вечности и о времени. Об имени мир и о том, что означает само по себе бытие, что также сама по себе жизнь, сама по себе сила и другие, таким образом поражаемые. Об именах святое, святых, царь, царей, господин, господь, бог богом. Об имени совершенный и единый. Это отражает то, которые имена были в первой сущей церкви достаточны для христианского мира. Вот именно то, как ты говорил в беседе с Александром, что тебе было открыто. Кроме того, я, естественно, этот вопрос должен был исследовать на основании Священного Писания. Как бы в книге «Исход Шимот» там есть такие вот места. Это третья глава, где совершается посланничество Моисея для его в Египет 3.14.15. Где он говорит, как я пойду, если... Они спросят меня, кто тебя послал, как твое имя, и как Господь ему ответил. Вот здесь в 14 главе. Я вот прочту на иврите, и переведу каждое слово дословно, то есть дословно, как оно и есть. Войомер элогим эльмаше. Элье, 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 войомер, кох, томар, лавне Исраэль, элье, шелахни, алейхем. 14 стих, да? Значит, ты что здесь? Войомер. И сказал элогим, и сказал Господь эльмаше, Моисею, элье, сущий. Элье это сущий. Вот оно произносится дословно. Элье, ашер, который, элье опять, сущий, который сущий, войомер сказал такие слова. Лавней Исраэль, сынам Израилевым. И дальше, элье, сущий, шелахани, послал меня. Шелахани, алейхем он, к вам. То есть здесь вот единственное место в Библии, где имя идет сущий, элье. Именно оно есть некоторые корни с тетраграматоном, но как бы это не тетраграматон. Здесь первая буква алиф идет, а не ют. Алиф, вот. И внизу огласовка стоит э. И вместо вава стоит ют, элье. Пятнадцатая глава. Войомер от элогим эльмаше. Кор тамар эль бне Исраэль. И здесь уже идет тетраграматон. Я его заменю словом адонай элогей. А вот эйхем, элогей Аврагам, элогей Ицхак, элогей Ияков. Шелахани, алейхем, зе. Дальше идет интересно. Зе шми, леолам, везе, захри, ледор, дор. Что здесь обозначается? То есть пятнадцатая. И сказал еще элогим эльмаше, то есть к Моисею. Скажи так. Эль бне Исраэль, сынам Израилевым. Адонай. Здесь вот произносится. Здесь записан тетраграматон. Адонай элогей. Здесь вот идет элогей. Такое, он тоже как бы... Это вот, когда вот идет ютка. Это тоже отзначение множественного числа. Вот там вот идет элогим, сначала было воемер от элогим. А здесь элогей. Ну, тоже множественное число. Элогей, а вот эйхем. Аф, отец, а вот это отцы. Многое множественное число. Ахем, это местоименный суффикс, который означает ваш. Отцов ваших. Господь Бог, отцов ваших. Элогей Аврагам, элогей Ицхак, элогей Яков. Ну, здесь Бог Авраама, Бог Иосака, Бог Якова. Шелохани, алейхем, послал вам. И дальше идет Зешми. Зешми, это значит, это имя. Леолам. Леолам, это значит, вечности. Это память. Ледор-дор. Память поколения в поколение. Ледор-дор. В поколении в поколение. Из рода в род. Вот такие вот слова. Здесь, о чем говорит этот стих? Когда они, он говорит, спросят, и когда меня. Он говорит, скажи, сущий послал меня. Сущий послал. А дальше идет вот тоже имя и Господь. Адонай Элогим. Адонай Элогим. И это имя мое, Бог Авраама Исака Якова, из рода в род. А какое имя они боятся произносить? Вот и траграматон. Его и я боюсь произносить. То есть, почему боятся? Они не без основания боятся. Потому что сейчас я открою двадцатую главу, двадцатую главу исхода, где было это повеление в седьмом стихе. И я думаю, что любой должен бояться этого дела. Лотиса. Лотиса Эль Шем Адонай Элогейха. То есть, не произноси имени Шем. Эт Шем идет тетраграматон. Не произноси имени твоего. Эт Адонай Элогейха. Ну, я заменяю Адонай. Тетраграматон Элогейха. Дальше Элогей и Ха – это местоименный суффикс твоего. Господа Бога твоего. Лашаве Кило Ве Наке. Адонай. Ну, тоже идет и тетраграматон. Тетраграматон Эт Ашер Еса Эт Шмо Лаша. Ситуация здесь такая идет. Не произноси имя Господа Бога твоего. Напрасно. Ибо. Не. Кило. Ибо. Не. Янаке. Это значит, что называется Янаке? Наке – это существительное. Ну, глагол. Прощать. Вообще очищать. Очищать. Вычищать. Ибо. А ют впереди стоит. Это будущее время. Ибо не очистит. То есть не простит Адонай. Эт Ашер Еса Эт Шмо Лашаве. Значит, не простит Ашер Который Еса. То есть Который произносит Эт Шмо имя его напрасно Лашаве. То есть вот такие вот вещи есть. Не простит и не очистит. Ну, подожди. Ну, как тогда понимать, что... Значит, мы... Есть имена, которые мы можем Господа называть, а есть такими, которыми не можем. Вот. Оно страшное и непонятное имя. Вот есть заповедь. Не произноси имя Господа твоего напрасно. Именно стоит вот этот вот тетраграмматон. Ют Рей Вав Рей. Имя это мы сейчас на самом деле не знаем. В христианстве оно как бы никак не фигурировало в течение всех веков. Но оно появляется... Появляется оно именно в конце 19 века. С переводом священного писания на русский язык. Переводится это имя в нашем переводе, в болгарском, именно в синодальных, православных. Но это получается, это уже не имя получается. Это же не имя. Да. Оно озвучивается вот так вот. Озвучивается так, как вот именно в 19 веке. Кроме того, параллельно, вот как раз конец 19 века и уже начало 20-го, появляются такие вот, как ни странно, в России были такие вот ильинцы. Штабс-капитан Ильин организовал тоже полужидовствующую секту с именем. Потом появляются уже свидетели в 1900 году, как раз. И я думаю, это совершенно не случайно. Это вот заказная ситуация, которую вот кто-то лоббирует. И лоббирует специально, чтобы православных ввести в какой-то грех. И лоббирует специально, чтобы православные ввести в какой-то грех.